Семь признаков того, что мужчина пользуется вами, то есть пользуется женщиной. Обязательно досмотрите его до конца. Я искренне верю в то, что здесь таких женщин нет, но к большому сожалению, как показывает моя практика, таких женщин очень много. И вам может показаться, что поведение мужчины это какая-то особенность его личности. Нет, это прямое пользование и использование вас как какого-то ресурса. Поэтому обратите на это внимание и постарайтесь в этих семи признаках найти себя. Первый признак того, что мужчина использует вас, так это тот факт, что мужчина живет за ваш счет и ничего не планирует менять. Причем я сейчас приведу даже пример такой. Приходит женщина и говорит, мой мужчина уже четвертый год, ничего не делает, не работает, лежит на диване, его ничего не устраивает, он не может найти себя. Она говорила о многом, но все время боялась признаться себе в том, что ее действительно просто используют. С ней никто не собирается взаимодействовать на равных, ее никто не собирается понимать, ей никто не собирается помогать. Мужчина устраивает вот такое положение вещей. Он сидит у нее на шее, она его обеспечивает, она ему дает деньги на сигареты, на пиво, надо на бензин. Он сама пашет при этом за двоих, за троих, а он сидит на одном месте. И здесь ни о какой любви уже и речи не может идти, особенно со стороны мужчины, который позволяет своей женщине на износ выкладываться, а сам при этом ничего и не делает. Это прямое использование, это прямое истощение женщины, поэтому будьте внимательны. Если на вашей шее сидит вот такая обезьяна ленивая, нужно сбрасывать ее как можно быстрее. Второй признак, который говорит о том, что мужчина использует вас, вы находитесь в отношениях, но мужчина не строит никаких совместных планов на будущее. Да, вы может быть обсуждаете там какую-то попойку с друзьями, встречу, вечеринку, но будущего, в котором присутствуете вы, присутствует мужчина, семья, дети, об этом речи вообще никакой не идет. И вы должны понимать, что в таких отношениях находиться достаточно небезопасно, потому что для женщины вообще быть там, где нет понимания и определенности, для женской психики небезопасная история. Вы погружаетесь в предположения, в додумывания, в чтение мыслей, делаете выводы на основании своих предположений и на основании этих же выводов строите свое отношение к мужчине и по отношению к себе соответственно. Вы представьте себе, вы находитесь в отношениях с мужчиной, который не планирует вообще с вами будущего, а использует вас исключительно здесь в настоящем времени. Как человека для удовлетворения, например, своих сексуальных потребностей, либо каких-то бытовых потребностей, просто комфорт и удобство. Поэтому обратите на это внимание, если обозримого будущего нет, задайте своему мужчине вопрос. Если он уходит от этого вопроса, не хочет отвечать, вы должны понимать, что вас просто-напросто используют. А как правильно вопрос надо задавать? Потому что женщина же может, ну, как бы... Да очень просто. Ну, как правильно? Вот мужчина и женщина находятся год в отношениях. Когда ты выйдешь за меня замуж, вот как вот, я хочу замуж за эту мужчину. Как мне понять, что... Ты хочешь замуж. Ну, я женщина, хочу замуж за него. Как мне понять, что вот так? Вопрос очень такой, знаешь, масштабный. Ответ, вернее, масштабный. Потому что изначально женщина, которая живет в самоценности, со здоровой самооценкой, с четким пониманием того, каких отношений она хочет, она не войдет в отношения с мужчиной и не будет их развивать, если не понимает, к чему они идут. Понятно, что она не будет об этом в первый день спрашивать. Но пройдет 2-3 месяца, и уже более или менее ситуация будет проясняться. Они будут понимать, насколько они связывают что-то, не связывают. Но она не пойдет с ним жить, чтобы доказать ему право быть его женой. Она не пойдет его обслуживать, как его жена, не будучи его женой. Она будет верна себе. А вот женщина, и это как бы основной показатель, она даже таким вопросом не будет задаваться. Рядом с такой женщиной мужчина и так понимает, что на ней можно только жениться и создать семью. И так как она находится в зрелой сексуальности и в зрелой самооценке, мужчина заинтересован в такой женщине. То есть она ему интересна с разных позиций. Не только с позиции занятия сексом, но и как личность. И он сам не захочет ее терять. Он сам этот разговор заведет. Выходи за меня замуж. Им не придется договариваться. И не придется даже задавать вопросы, что нас ждет в будущем. А с такими проблемами сталкиваются женщины, которые страдают из-за низкой самооценки. И вот у меня, кстати, на курсе моем, удобно или уникально, который бесплатный, международный, из любой точки мира можно принимать участие. Я эту тему подробнейшим образом раскрываю. У меня там есть вебинар очень интересный, как выйти замуж за достойного мужчину, как вообще строить счастливые отношения с мужчиной. Я там прям формулу целую расписываю того, как женщине нужно, с чего начать, чтобы прийти к свадьбе, не просто формальной, для галочки поженились, а свадьбе, которая состоялась по причине глубокой сформированной близости между людьми на разных уровнях. Я имею в виду зрелых людей, конечно. Поэтому переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и из любой точки мира бесплатно принимайте участие. Третий признак того, что мужчина использует вас, это его постоянная забывчивость. Он забывает важные даты, ваши просьбы, пожелания. Он не слышит вас, он не запоминает то, чего вы ему говорите. Он не концентрирует внимание на том, что для вас важно и дорого. Он может забывать даже вещи, которые касаются вашего здоровья, вашего самочувствия, удовлетворения каких-то ваших базовых потребностей. С таким мужчиной в отношениях женщина в принципе перестает нащупывать свою аутентичность. То есть кто я такая? Очень сложно себя даже самоидентифицировать, потому что когда рядом человек, который своим поведением транслирует вашу незаметность, то есть вы для него как женщина невидимка становитесь. Он не видит в вас личности. Со временем и вы перестаете в себе эту личность видеть и обнаруживать. И такие женщины, как правило, что делают? Они переходят к позиции «я сама», «я все сама». Вот если он забыл что-то, я сама это сделаю. Если он не поздравил меня с каким-то праздником, я сделаю вид, что ничего не произошло, буду мудрее и умнее. На самом деле это не мудрость, это просто постепенная адаптация под насильственные действия своего партнера. Четвертый признак того, что вас используют – ваш мужчина появляется в вашем пространстве только в то время, когда у него начинаются какие-то проблемы и трудности. А когда у него все хорошо, его рядом нет. И он такой бежит, как к мамкиной титке. Прижмется, прилабунется к ней, присосется и пытается удовлетворить себя, успокоить себя, выйти из состояния стресса. Только у него все наладилось, все хорошо и здорово, его как ветром сдуло. И вот попробуйте отследить, насколько часто так происходит. Действительно, очень многие мужчины сближаются со своими женщинами только в моменты какого-то серьезного кризиса и стресса. А когда все здорово и прекрасно, никто ни с кем не сближается. Это вот как в детстве, когда ребенок здоров, его никто не замечает. А когда он заболевает, ему сразу много внимания и любви. И по головке погладят, и конфетку дадут, и пироженку, и мультик включат, и игрушку подарят. То есть там в ребенок обнаруживают очень много вторичных выгод на быть больным. Так вот, мужчины, которые привлекают к себе внимание через свои проблемы, они как те самые дети, которые заболевают. А потом, когда выздоровели, все хорошо, больше ничего не нужно. Поэтому обращайте, конечно, на это внимание. На самом деле, любому человеку неприятно, когда его используют и появляются в жизни только тогда, когда нужно. Вот это можно отследить прямо. У вас наверняка даже такая подруга может быть, которая обязательно вам позвонит или напишет только, когда ей что-то нужно. Например, у меня есть в окружении пару человек таких. Когда мне приходят от них сообщения «Привет, как дела?», я понимаю, что буквально через 5 максимум сообщений возникнет вопрос. Ты бы не мог там одолжить столько-то денег? И вот это вот прям можно не ходить даже никуда и не предполагать. Вот только видишь, например, там Афанасий тебе пишет. «Привет, как дела?», «Что хорошего?». Отвечаю, «Все здорово, прекрасно, у тебя как?», «Да и у меня нормально». «Как семья?», «Все хорошо, все хорошо. У тебя семья?», «Все хорошо?». «Да, тут хотел спросить». «Все, спрашивай, сколько вешать граммов называется?». Поэтому это неприятная история на самом деле. Вот они появляются такие все, типа поговорить, пообщаться. А есть, кстати, еще хитрые такие мужики. Они, значит, что делают? Они появляются в жизни женщины, либо когда у них все плохо, либо когда им что-то нужно. Вот такая же стратегия. И он, знаешь, такой аккуратно подкатывает, подкатывает к ней, издалека заходит, заходит, заходит. Я тебе даже сейчас расскажу одну историю. Ко мне приходила девушка одна и говорит, «Слушайте, у меня был мужчина, не то чтобы искусный манипулятор, это, говорит, просто был в квадрате». Он так это красиво все делал. Я в шоке была. Но потом, когда я уже вычислил эту всю историю, мы с ним, естественно, расстались. Что он делал? Он приезжает и говорит, «Прикинь, мы, короче, подписали контракт на поставку цемента». И показывает ей договора с печатями, и там суммы прописаны фантастические. Она такая, «Вау, солнышко, я тебе так рада». Что он делает? Он в рестораны не едут, шампанское, они там отдыхают красиво. Он говорит, «Давай сюда, медведи с цыганями, блин». А там суммы-то какие. И он при ней сидит, короче, у него там смета, калькуляция, он высчитывает так. Ну, если здесь столько, туда-сюда. А потом он пишет, значит, звонит там кому-то еще. «Слушай, а скажи, пожалуйста, если вот при таком раскладе мы сколько?». И она говорит, «Я, представляете, вот меня, женщину, при мне мой мужик говорит о том, что он там к определенной дате заработает чистой прибылью почти 8 миллионов рублей, например. Вот, и причем это там какие-то недели считаны. 8 лямов. Я понимаю, блин». И он мне говорит, «Мы тебе машину, короче, я считаю так, давай сразу подраскинем наши затраты». И он тебе там описывает, так, машину тебе надо, ну там 2 миллиона добавим, твою продадим, трейдим, возьмем тебе нормальную тачку, так, минус 2 миллиона. А она же, это же женщина, она уже вся там, так, бежевый салон, слоновая кость лучше, наверное. Да, вот эта кость слоновая, а кузов бирюзовый, нет, бирюзовая слоновая кость. Все, она уже улетела в свои мечты. Короче, он ей вот эту картинку, сценарий, представляешь? Тут контракт, там это, там это, там это. В какой-то момент у него, значит, застревает этот груз на таможне, якобы, и не пропускают его. И срочным образом надо дать взятку на лапу. А он-то все деньги вложил, понимаешь? И он начинает при ней обзванивать своих друзей. Типа, братан, срочно нужно, блин, 500 косарей, потому что это, ну такая вот ситуация. А никто не дает, понимаешь? А у нее-то там машина ждет ее в трейдине. У нее шуба, в магазине висит уже ее, которую она должна пойти забрать скоро. Это же мудачье какое-то, деньги не отдают моему мужику, там моя доля, понимаешь? А она-то что? Так, что сделал? А что, подожди. Ты знаешь, как меня бесит это? Вот она ему говорит. Говорит, вот что? Ты правда, ты меня прям обижаешь этим? Мы с тобой вроде бы в отношениях, ты каким-то чужим людям названиваешь, а я перед тобой сижу? Ты что, не можешь у меня просить? Да и как бы, а он ей говорит, да как? Да нет, говорит, не-не-не. У женщины деньги брать это за подло. Нет. Вот подожди, а если в жизни всякое бывает? То есть ты вдумайся, это настолько тонкие игроки, это асы. Это люди, которые способны просто вывернуть женщине душу, обойти ее, вытянуть ее. Она сама все отдаст, но даже просить не будет. Вот как это. И она говорит, я в какой-то момент начала понимать, что оказывается этот перец брал у меня деньги. Естественно, куда он их девал? Он там красиво за мной ухаживал, приносил домой еду, дарил мне подарки, какие-то цветы. А он брал эти деньги, залезал в какие-то кредиты, кредитными деньгами пользовался, они заканчивались. Он потом у нее там вытягивал, перекрывал кредит, потом опять. И, короче, она эту схему всю раскрыла, и они расстались. И вот ты вдумайся, насколько это интересно. Девушки, кстати, если у вас такой персонаж был, я не знаю, как его даже назвать, это даже не Остап Бендер. Мне кажется, это и покруче, чем Остап Бендер. Они вот так все тонко играют. Если такие были в вашей жизни, расскажите свою историю в комментариях. Пятый признак того, что вас использует мужчина, мужчина говорит только о себе, о своих потребностях, о своих желаниях, о своих проблемах, о своих мечтах, о своих достижениях, о своем окружении. И, в принципе, вам возникает ощущение, что вам там вообще не место, вот в его маленьком мире. Он только о себе. Я, 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 я. Такие мужчины очень часто перебивают женщин, недослушивают, они могут переключать их внимание. Вот вы рассказываете что-то очень важное и ценное, а он, ой, посмотри, какая машина красивая, мне кажется, себе бы такая подошла. И, вроде бы, с одной стороны, там присутствует какой-то элемент взаимодействия с вами, но это, это исключительно игра. Это манипуляция, это ход определенный. И на таком мужчине вообще плевать на то, что вы говорите. Как вы себя чувствуете, за что вы переживаете, что вас беспокоит, какие у вас проблемы могут быть. Он только о себе. И, между прочим, таких мужчин очень часто можно вычислить прямо на ранних стадиях отношений, когда вы с ними встречаетесь. Просто прислушиваетесь к тому, что они говорят, о чем они говорят. Если там много я, 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 вас никто не слышит, не слушает и не пытается разделить какие-то ваши состояния, это явный признак того, что напротив вас мужик, который будет вас использовать. Шестой признак того, что мужчина вас использует, это ответственность, которую вы берете на себя в отношениях за все. Сюда относятся и деньги, о которых я говорил в первом пункте, и, конечно же, решение других вопросов. Это бытовые вопросы, это организация досуга, это воспитание детей, это взаимодействие с родственниками, это ремонты, это поездки, это покупка мебели, это все, что угодно. Вот всем занимаетесь только вы. Вашего мужчину попросить вы не можете ни о чем, по разным причинам. Возможно, он вечно занят, а возможно, он просто-напросто не хочет. Но, когда на женщину перекладывается такой груз ответственности, который ей не по силам нести, что с вами начинает происходить? Вы увядаете, с одной стороны, с другой стороны становитесь более сильными, независимыми, и у вас возникает ощущение, что, в принципе, вы можете все сами, зачем вам мужчина нужен? Просто для того, чтобы он был мужчина, и вы начинаете от него дистанцироваться. А мужчина эту дистанцию воспринимает как оскорбление и типа наказывает вас, говорит, вот ладно, делай все сама тогда, раз ты такая самостоятельная. Поэтому, вот, кстати, это, как правило, женщины-спасатели. Женщина-спасатель, не которая бегает в красном купальнике по пляжу Малибу, а женщина-спасатель, которая берет, значит, себе в жизнь слабого мужчину, либо мужчину, которого нужно постоянно тянуть за собой, либо за которого нужно постоянно принимать решения, и пытается стать с ним рядом счастливой. И самое интересное, эти женщины разводятся, попадают опять в невротические отношения, потом опять разводятся. Вот откуда такие сценарии берутся? Как эти сценарии перезапустить, отформатировать, можно так сказать? Я об этом говорю на своей бесплатной программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Поэтому, если у вас есть желание выходить из сценария спасателя, жертвы, агрессора, и вообще отучиться быть в невротических отношениях, переходите по ссылке под этим видео. Из любой точки мира бесплатно ничего платить не нужно. Принимайте участие в программе. Седьмой признак того, что вами просто пользуются, используют вас, это когда мужчина постоянно переносит встречи с вами, отменяет договоренности относительно вас, отменяет слово, данное вам, отменяет вообще все, что было связано в ваших коммуникациях. Вы там рассчитывали на мужчину, он в последний момент слился. Он вас куда-то позвал, в последний момент слился. И опять же таки, если вернуться обратно, да, когда мужчина появляется только тогда, когда ему плохо. То есть на вас нет времени у мужчины. Я вот недавно в эфире у себя в Инстаграм сказал девушкам о том, как определить любовь и симпатию. Вот когда вы просто симпатичный мужчине, он встречается с вами в свободное время. А когда мужчина любит женщину, уважает ее, ценит, он высвобождает время для нее. Разница просто колоссальная между первым мужчиной и вторым. Поэтому если вы обнаруживаете в отношениях, что ваша встреча постоянно куда-то переносится, отменяет мужчина свое слово, обещает чего-то и не делает, это исключительно пользование, использование вас, вашего ресурса. Поэтому будьте бдительны и никогда с такими мужчинами не стройте планов на будущее и не связывайте.